Сотрудники госавтоинспекции Славянского района проводят мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. И очень важно, когда в этой необходимой работе активно участвуют родители ребят. Дороги с напряженным движением, проходящие рядом со школами, это, конечно, источник опасности. Но принятые меры, разметка дорог на пешеходных переходах, искусственные препятствия, желтые мигающие светофоры нужны для того, чтобы привлечь внимание водителей, снизить скорость движения и обеспечить безопасность школьников. В рамках акции «Родительский патруль» самые активные, ответственные и неравнодушные родители совместно с сотрудниками госавтоинспекции встречают взрослых, провожающих в школу детей и напоминают всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Вблизи образовательных учреждений Славянского района родители совместно с инфекторами ДПС и ГИБДД Славянского района производят профилактические беседы с учащимися. Контролируют, чтобы юные участники движения правильно переходили дорогу, не нарушали правила дорожного движения. Если учащийся совершает какую-нибудь ошибку при переходе, мы готовы подсказать, рассказать, как правильно рассказываем учащимся о тех дорожных ловушках, которые могут произойти с ними. Например, если стоит припаркованный автомобиль, как правильно переходить дорогу, что нельзя перебегать дорогу, так как водитель может не заметить себя. В 17-й школе, как и во многих других образовательных учреждениях района, создан и действует дорожный родительский патруль, который уже доказал свою эффективность. В нашей школе обучается более 800 человек, и поэтому очень важно и актуально в наше время, когда пешеходные переходы контролируются и сотрудниками ГИБДД, и учителями, и у нас также подключены родители. В школе создан родительский патруль, и поэтому во время того, когда дети приходят и уходят со школы, особенно начальная школа, родители контролируют движение детей так, чтобы они не нарушали. Во время проведения акции госавтоинспектор раздавал световозвращающие элементы учащимся с тем, чтобы увеличить их заметность в темное время суток. Объединение усилий всех заинтересованных служб и людей помогает в повышении безопасности юных пешеходов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...